Привет! Последние новости в Endlisted не дают покоя многим, особенно на официальном форуме. Ну, казалось бы, что такого непонятного в том, что изменится система распространения будущей кампании «Битва за Сталинград»? А на нет, страсти не утихают, и самое интересное здесь то, как изменилась риторика многих тех, кто до этого с пеной у рта доказывал, что донат в Endlisted не решает, как на форуме, так и в комментариях под моими видео. А уж сколько раз те же лица усирались на тему, как они одним болтовщиком пачками кладут отряд автоматчиков и пулеметчиков. Но тут неожиданно, с открытием списка отрядов в битве за Сталинград, они стали заявлять, что это pay to win. То есть, чтобы такие олухи признали очевидные вещи, их для начала нужно, как котенка, ткнуть носом в лужу. Хотя, есть же поговорка, таким хоть сы в глаза, все божья роса, и только критическая ситуация заставит признать правду. О чем я? Да все о том же. Прям аккаунт, элитный боевой пропуск, покупка дополнительных слотов, уровней кампании и т.д. и т.п. Кто хочет, может еще раз повторить, что донат руки не выпрямит, но основной геймплей в Endlisted не стрельба, а прокачка. Это я уже говорил и не раз, а чтобы было понятнее, к чему пришла игра с новой кампанией или придет, давайте вернемся к истокам. Изначально в Endlisted планировалось создание отдельных кампаний за деньги, то есть как DLC. Но волей ее судеб, ее типа демократическим путем сделали фритуплейной дрочильник. И вместе с этим прикрутили к ней монетизацию по образу и подобию, не буду говорить чего. А это сравнимо с тем, что если бы мальчику, если бы он захотел стать девочкой, отрезали бы писюн, а на его месте сделали бы дырку. Все бы ничего, вроде бы похоже, но гормоны остались мужские, да и другие признаки тоже просто так не уберешь, но это полбеды. Другая половина заключается в том, что вместе с переходом на притуплей, игра, вместо изначально задуманных классовых механик, где каждый специалист должен выполнять свою роль, скатилась в банальное фрагодрочерство. Потому что за фрагов дают больше опыта, а как мы помним, основным геймплеем пока еще остается прокачка. Я не против всех этих прокачек, если они созданы по теме, а не ради самой прокачки. Я уже говорил в одном видео, что прокачка в Enlisted уже изжила себя и сейчас свое мнение не изменю. Но возьмем для сравнения другую фритуплейную игру, где тоже имеет место прокачка с кучей жопа часов, русская рыбалка 4. Там, несмотря на прокачку уровней, существует куча механик, которые кстати тоже нужно прокачивать, но они делают игру в разы разнообразнее, интереснее, более вдумчивой. Ты не просто сидишь с виртуальной удочкой в фарме лещей, продавая пойманный лов, а еще крафтишь близ, ну, наживку, прикормку, жрачку рыбаку и прочее, прочее, прочее. Enlisted на этом фоне в рамках уже существующих четырех компаний сейчас выглядит как бедный родственник. Одна единственная актуальная механика и 100-500 жопа часов, чтобы прокачать все. Бегай, стреляй и мозгами особо не напрягайся. Про тактику тут можно не говорить. Собственно, это многих устраивает, в том числе и меня. Но многих из числа таких не устраивает как раз таки прокачка. Именно поэтому многие и покупают премиальный аккаунт, батл пасс, отряды, дополнительные слоты, а еще и доступ к ЗБТ новых компаний. Так вот, те, кто покупает, прикинули все плюшки в новом доступе битвы за Сталинград и пришли к выводу, что это гораздо выгоднее. Причем выгоднее, чем в других играх. Кто знает, сколько сейчас стоит премтанков картошки или тундри. А тут прям шведский стол из премиального контента за меньшие деньги. Спасибо Артем Корабликову за отличную метафору. Это и есть изменения системы распространения, на которую, как я понимаю, собираются переходить в дальнейшем венлисты. Ну а те, которые до этого ни копейки не внесли, они и дальше не будут донатить. Но воняют они как навоз в навозной яме, потому что в новой компании им не будут доступны многие отряды с хорошим оружием. И к тому же придется все в разы медленнее качать. Что, в свою очередь, и вынудило их признать зависимость донаток на гибу в катках. Ну если это не так, так что же вы так страдаете? Вы же сами утверждали, что вам с болтовкой против отряда штурмовиков как два пальца об асфальт. В этом плане в новой компании для вас ничего не изменилось. Ну да, кто-то будет играть с уже прокачанными солдатами и оружием, с тремя дополнительными слотами, которые позволят добавить танки, самолеты и пехоту. В общем, что и до этого было у них. Ну а кто-то в демо-версию. Вообще-то Inlisted не единственная игра, где такое практикуют. К примеру, Bloody Raid как аналог. Нормально и играбельно, а Inlisted вы просто потому, что хотите получить бесплатно то, что другие купят. Именно поэтому вы в очередной раз и хороните игру. Однако для вас все так же и дальше, как я понимаю, будут открыты уже существующие 4 компании, и даже будут добавляться в них новые карты. Расстраиваться особых причин нет. Тем более, что большинство до сих пор так и сидят в основном в битве за Москву. Это не мои фантазии, а вы сами пишите. А если кому-то захочется посмотреть, как там в Сталинграде, то в демо-версию доступ открыт всем. Ну а на этом все. Живите с этим как хотите, а я подожду, когда новая кампания выйдет. Всем пока.